Так Люба, подожди пока ничего не делай. Отставь это. Хорошо. Потом нальят. Подожди, положи поварешку. Мне нужно поговорить. Положи пока все. Хорошо. Так. Ты пришла в храм во сколько? Уже оглашенные за дети было. Оглашенные за дети. Двое оглашенных стояло. Отсюда ты вышла во сколько? 35 минут. То есть, фактически, чуть не полтора часа где ты была? С бычками ходила. Понимаете, ответ вообще-то непонятный. При чем тут бычки, когда сегодня воскресная служба, ты не пастух, слепая. Ты заставляла думать о себе, что случилось. Я едва-едва не вышел из храма, чтобы не пойти тебя искать. Нашла бычков, пошла с ними. Это вообще необъяснимое явление. А при чем тут бычки? Ну, они накануне терялись, эти бычки. Да какое тебе до них дело, они терялись, не терялись-то? Ты-то какой-то терятая маленькая, называют бычками. Простите, левиноватая я, конечно, что пошла туда. Они не бычки, во-первых, телочка. Ну, телятки, телятки. Зачем ты решила с ними ходить-то? Потому что был очень сильный туман и даже на расстоянии небольшом уже не было видно. Да ты-то рядом не видишь ничего. Причем тут туман, на улице одна пошла. Ты где благословилась на это или что? Нет, не благословилась. Благословения нет. Я подумал так, когда стоял, что если ты осталась, не пошла в храм, чтобы готовить нас угостить, такое бывает, все остальное, что ты сделала за это время, будет истреблено. Согласно жития святых. Слушай внимательно. Пахомий Великий, у него 11 тысяч монахов. Без дисциплины еще там будет. 11 тысяч мужиков-то. Это не батальон смерти. Все на спасение. И вот, как приходит, как питается, как. А хлеб какой у вас? Да так, мягкий еще. Так, а это что у вас? Ага. Это вы что, растительное масло в помидоры с луком? Так, а сколько льете? А ну-ка ложку наклоняй вот так вот. Вот так вот и полейте масло-то, не ложкой. Монахов кормить надо хорошо, они работают здорово. Монахи рот разинули. Вот это да. А мы думали, а вот там так. Разговорчики. Так. Всем довольны? Всем довольны, Ваше Величество. И вот такой один, как Володя Паченко, видимо, выстанулся один. А они в обед горячего не дают. Как не дают? Ну нет, так, настоятель. А почему нет? Так никто не ест, это же подвижники, монахи. Как никто не ест? С сегодняшнего дня, чтобы горячая пища стояла, первая, вторая и третья. Слушаюсь. Проходит месяц. Он заявляется. И как? Я вижу, вы отобедали уже? Да, отобедали. Ну все нормально теперь у вас? Да, нормально. Опять этот поднял руку. А вот. А горячей пищи нету. Как нету? Я же сказал. Вы думаете, что? Весь это как налево-направо? Он сказал, это обязаны выполнить были. Пища горячая где? Ну мы ставили два дня подряд, никто не ест один. Вот подойдет, одну тарелку только съест. А остальные-то ведь это же не игрушка, сколько пищи-то нагрели. Она может перепортиться. Скажите нам, милость. А сколько у вас поваров? Ну поваров 24 на 19 тысяч. Значит не готовили? Нет. А чем вы занимались? Над ними старше тут есть. Он говорит, Ава, а они... Ну вот эти, как их показывать? Что? Коврики они эти, циновки они делали. Мы на продаже, вот такая выручка будет. Так, и сколько же они за это время сделали? Пятьсот ковров. Ковриков, циновок. Пятьсот. Так. Вытаскивайте все до одной. Вытащили. Так, положите ладон на дрова, между ними поленье. Все, зажигай. Монахи рот раскрыли. Так это... Это какой же руководитель-то? Это Пахомий Великий. С присказкой Великий, с большой буквы. Только 17 человек было в мировой истории. Среди верующих. Так, пепел развеять. Понятно? Так, а ты кто такой? А я вот это... Ходил портной. А тебя кто благословил ходить? Так он же хороший портной. Я спрашиваю, кто благословил? Никто. И сколько ты заработал? Он показывает, там гривна. Там пятьсот гривен. Так, печку открывай. Зажигай. Сжег. Прах развеять, чтобы не было. Так, кому не понятно? Вот это да. Это что дисциплина? Это тоталитарный режим? Молчать. И две тысячи лет ставится пример. Я подумал. Если ты это осталось для нас готовить, все будет уничтожено. Это первое. Вторая часть. Без обеда, без ужина остаешься на полный день. Желательно без питья. А дальше будет видно, пойдешь к батюшке на исповедь. Но оказалось, ты с быками. Теперь над тобой быки, главное. Это не батюшка, не алтарь. Ты что? Тебя разве наказал Господь, как на выхода носора? Ты бы рядом с быками на четвереньке до травы и жевала там пока. Пока семь сроков над тобой не пройдет. А от каждого срока, какая прокат там, еще не найдешь. Значит, в это время я не обдумал даже, какое тебе дать. И пятимью-то какую дать-то? Значит, и пятимья такая тебе будет. Сейчас, не сегодня, а или завтра. Пойдешь пасти. С быками. Пойдет кто пасти, и ты пойдешь, чтобы ты досыта напаслась. Поешь с собой, возьми дополнительную еду. Молостный день яйца там, что угодно набери с тобой, но чтобы ты пасла. Мы здесь утром сготовил и до обеда пасти. Согласна? Согласиться придется. Придется согласиться. И там будут бычки, и ты будешь их подгонять, и будет тебе это памятный урок. Без благословения это не делается. Как, братья? Суд мой праведен? Вспомни, князь Серебряный, как Иван Грозный досудил. И он спрашивал, суд мой праведен? Только один отметил, неправеден. Ну, в общем, такое дело. Спаси Христо, что изготовило. Давай, корми братья. Да никого я ничего не знаю. Это самое, ну, нарушило все. Это нарушение, нарушение. На шахте никуда не уходите. Часто Виктор бывает уйдет. Где? Не знаю, где там. Он по делу был там. Но надо доложить, где. Видишь, звонить-то нельзя. У меня отец был. Как позвонить? Отец. Мой отец. Семен Сиськов живет через дорогу. Он моей матери говорит, Марья, я пошел к Семену. А мать в печке русской копается там, чугуны таскает, свиньям там, корове. Маленько поглядываю на пяток. Я к Семену пойду. Да иди ты, иди уж десять раз доложился. Он нас с детства приучил. Это у нас так секретарь сидит, книжечки почитывает, да и поигрывает с кем-то. В Америке, говорит, не так. Я прочитал у Смоленинова Николая Николаевича, деловая Америка. У нее, говорит, часы. И на стрелке написано начальник, заместитель, бухгалтер. Куда ушел? Насколько ушел? У нее все записано. Она знает всех. Она половина работы начальника делает. Каждого она знает где. В этом вопросе сложнее тюрьмы, ну, средственного изолятора. Я думаю, нет учреждения на земле. Такое у меня мнение. Допустим, 3700 преступников. Каждый день кого-то ведут на допрос, кто-то на прогулке, кто-то в бане, кто-то на этап, кому-то на свидание, кто-то в больнице, в больничке. И все время в одной камере меняется состав. Приехали, уехали, кого-то в баню, и все везде известно. Даже вообразить невозможно. Я пытался представить и понял, что это сложнейший аппарат. Говорят, космический корабль сложный. Самое сложное – это подводная лодка. Космический аппарат только подняться. А это под водой подняться, опуститься, дать крен всплыть. Я на подводных лодках был, знаю это дело. Так, самое сложное – содержать нас в порядке перед Богом в чистоте в заповедях Господних. В заповедях Господних 10 заповедей, а евреи распоряделяют их на 361, кажется. И они нужны нам. Потому что мы постоянно с ними общаемся. Сегодня у нас будет такая тема на занятиях. Видите, у нас из четырех компонентов готовим помидоры. Нам к 11 нужно, не забывайте. Лука. Да, да, давай, садись. Все, ешьте. Лук, соль. Посыпали, нет? И растительное масло. Соль дала, нет? Да, да, да. Володя все сделал сам. Так, ну все. По славу Божию. Пошла вовремя в храм. А приходит через больше, чем часа не было. Какие-то бычки отстали в тумане. Давай их гонять, искать-то будем. Что попало? Рогатый уже перегородил, уже все это. И все, у меня какая-то причина. И во храме, я говорю, можно дремать, а? Это как? Она старается, я вижу, она старается. Она борется, но борьба еще у нее, это... Он не доходит, до больного я умер-то. То есть и не дошла до больного умер-то. Она все время спит. Спит, и книгу, бах, и на пол. На пол, она говорит, а я, я, говорит, не спала. А я говорю, еще не вижу, что ли, что ты спишь. Она не понимает, что спит, даже этого не понимает. Так он это... Он что-то говорит, в Туркии... Ты, говорит, молись, и я молюсь. Ты, говорит, плачешь, и я плачу. Ну, я, говорит, не могу, когда ты смиряешься с своими грехами. А я, говорит, падаю. Вот он когда падает. А когда я это молюсь, и он молится мной. Я плачу, он плачет. А вот когда со грехами я сама себя бью в грудь-то я... Вот. И вот тогда он уже падает. Нет, дорогуша, а как вот ты питаешься? Какая твоя же пища? Ты, муж, угождаешь ему? Вот тут в пище надо еще немножко это... Во всем надо его... Давить. Давить. Да. Потому что пост и молитва главное оружие на сатану. А как же? Именно. Тебе, если... Как он к тебе пристает? Тебе четко в руки не пристанно Иисусу молитву. Это есть огонь. Это огонь. Вот тогда ты его победишь. Да. А так нет. А ты сегодня с Васей-то говорила? Как он, скажи, как ты сидел рядом? Смотреть-то как? Отчего я ему и сегодня это говорю. Вась, как приятно, говорит. Душа моя ликовала, говорю. Когда ты в общине здесь был, говорю. А чтобы вернуться тебе? И у тебя, говорит, ты вышел, говоря, никого причины нет. Он говорит, как? Я причину сказала, какая из бороды. Ну, а ты слышал, что, говорит, было сказано за бороду-то, а? Как она дорогая борода-то? Да. Да он машется, соглашается. И главное причин, что ушел, никаких не может назвать. Никаких. Нет, вот борода. Он сказал, я батюшке сказал, что я из-за бороды. Ну, и что, говорит, ты нашел-то? Да думаешь, что, поднимешь там знания? Если ты бороду сбрыл, то знания подумаешь? Знания, говорю, получишь, когда к Богу будет старание. Вот где будет знание, то тут ищи, говорю, знанию-то. А не то, что ты бороду сбрил, ты знания получишь. На тройке вполне сядешь. Я его жучу. Он когда приедет, я его жучу всего. Интересно, когда у Давидовых слуг полбороды обрели, отрезали, он их не запустил в город, говорит, идите в Иерихоне и живите, пока отрастут бороды. И сила у него ушла. Да. Это у Самсона. А, у Самсона тоже. А эти, главное, не пустил, пока борода не отрастет. Они сидели и мерили, наверное, каждый день. Да, да. Сила-то вот где она. Не знаю, не знаю. У меня болит душа. Как его перетянуть? И вот тут-то я вот солгала ему за Надежду Василий. Она тебя ждет, говорю. У нее комнаты там свободные, говорю. Будете, я говорю, вдвоем. Совершенно, отдельно. Отдельно. Занимайся, как тебе надо. Там ни звука, ни... Когда она, говорит, тебе изготовит. Ну, видишь, когда он работает, он... Ему совершенно, вон, питается там полностью. Когда она работает, он полностью там питается. Ну, не знаю. Я вот так хотела, я говорю, пойду к Игнату Тихоновичу. Может быть, перетянем, как его. А опять надо к Богу обратиться. Опять же ты пришла, смотри. Принесла 12 помидоров каких. Ну и что? Красный. У меня арбузы особые, вкусные, хорошие. Один там намеченный, я наметила, красненький. А второй не наметила, не знаю. И в бедре еще. Вот намеченный. Ну, я арбуз показываю, вот намеченный. Вот. Понятно, понятно. У нас такие не выросли. У нас вон, какие арбузы выросли. Дай-ка в руку... Возьми тот, сравни с нашим. Ну. Вот они, это наш арбуз. А это вот Серафим и Гавриилов. Да у нас побольше есть, Ош, Игнать Хась. Ну, побольше сейчас нету. Мы собрали... Их еще бы надо было и держать. Ну, мороз, мороз. А сейчас они у нас лежат. Вася большие тоже взял. Вот еще меньше. А был еще меньше приносил. Насчет этого. Помидоры у меня еще цветут. Вон у вас какие помидоры. А у меня еще бурые еще. Это дала... Остатки помидоров мы собрали у Лены. Она позвала нас. Они говорят, замерзают. Берите. И мы набрали. Которые уже подмороженные были там. Так откуда-то как-то появляется все. А Володя-то его не спрашивает, почему ты без бороды, Василий. А я ему говорю, ты посмотри на дядю. Посмотри на свою бороду. У дяди больше борода, чем у тебя. Было бы еще разговор вести из-за бороды. Смешно. Не надо ни денег платить. Просто не трогай ее и все. Ну, деньги он там только на транспорт тратит. И стоит под дождем и под бураном. Там даже где садятся, там даже нету крыши стоят. И целый час едет на автобусе. Говорит, ты сколько теряешь времени? Ты подумай, говорю. Вернися. Опять думаю, Господь, надо Господу Богу помолиться. Угодно ли его тянуть оттуда. С квартир у него очень хорошо. Он ей помогает, а она за нем вот. Вот она с сыном поговорила. А сын сказал, ни копейки не бери. Я, говорит, учился. Жил тоже у бабушки. А он военный. И говорит, курс весь закончил у нее. А сейчас он ее каждый год наобещает. К ней ее благодарить. И вот он сказал, ни копейки. Он студент. Он за него платил. А где он эту бабушку нашел-то как? А как ушел там у батюшки. В том храме. У Георгия Титова. Да. И вот он объявил. Кто, говорит, может взять студента это. Вот. Ну вот она с сыном поговорила. Знаешь, птица слетается к подобным себе. Ему то ближе, чем у нас. Зачем бы он ушел иначе? Ему это ближе, дороже. Я даже представить не могу, как бы я бросил друзей. Пошел куда-то к незнакомым людям. Да что, совсем, говорится, спятить надо. Все абсолютно оставить и пойти. Из-за бороды. За бородой всегда стоит блуд. Я уже говорил. Это связано напрямую. Почему Протопопа Вакуум называл бритье бороды блудодейная ересь? Блудодейная. Почему? Потому что охота быть женское лицо. Женщинам всегда говорят это. Ой, да как ты оброс, да как тебя жена до себя допускает. Обязательно с женщиной связано? Ну, у него даже девушки нету. Ну, это он говорит. Тут шибко-то не верь. Так я ему говорю, давай хочешь женись что ли, говорю. Вот это другой разговор. Я ему, я ему говорю, я говорю, если хочешь, я говорю, давай в кредит возьмем одну комнату, в кредит. И ты, я говорю, женися. А он говорит, а у меня у Раисы Павловны неплохо. Вот, я закончу, мол, там. Ну, не знаю. Тут он одно время уходил, когда у нас тут приезжала Раиса Николаевна, вы знаете, к Жене заходила-то. А сейчас вернулась в общину, плачет, примите меня. Что я сделала? Я ушла. И то больная, да то другое. А я ему пример привела еще Раису Николаевну. Вот ушла, говорю, и слепота пришла. Да. Вот, я говорю, а ты думаешь, я говорю, ты хочешь, ты поднимись, я говорю, Богу, ты опустишь себя, говорит. Так она пришла, плачет как, плачет, рыдает, примите меня обратно. Обратно пришла в общину. Раиса? Да. Слепая? Да ты не понимаешь, что она пришла, уже вот две недели, наверное, и плачет. Что я наделала? Куда я ушла? Тут моя духовная семья, я тут крещение принимала, что я наделала? Это она самая. А ты говоришь, что я не поняла. Я не понимаю. А она тут соединена была, то к Гале шла, то к Жене. Что ж я не знала, я бы ему за это сказала. Ну скажешь, будет. Она пришла и плачет, я говорю, пока не принимайте, не принимайте пока. Ну а как? А? А почему? Ну потому, она на язык шибко нехорошая. Что бы ни услышала, она все несет к людям, которые нам враги. Я ей говорю, разрешить, разрешить, можно ходить, молиться. А в члены общины не принимать. На собраниях она не может быть. Она не может удержаться, она несет, чтоб попало другим людям. Но зрение у нее не пришлось? Да я не знаю. Не знаю. Ее я у Васи спрашивала, а вот тут раз и не спросила. Ну а как она в храм дождь, как ее водит? Не знаю. Не знаю. Тут батюшка мне уже позвонил оттуда и говорит, наш отец Аким. Пришла, рыдает, плачет, да что я наделала, да как ушла, вернулась, примите меня. Батюшка говорит, что ничего, я сказал, не принимайте, никак нельзя ее принимать. Ну пускай молятся ходят. Молятся и все. Ну ее будут провожать, встречать, пообедать, покормить. Но в члена нельзя принимать. Она пакости делает. Она пакость делает. Что бы она не услышала, она все не согласна. Одна. Все собрание, представь себе, до одного за, а я против. А почему ты против? А я против, да и все. То есть вот так как Саша тут жил, Муха, вот точно так же. Тот же самый демон. Мы говорим по интернету, девушкам нельзя знакомиться с мужчинами. Вынесли решение, а я за то, чтобы знакомились. У нас тут одна знакомая, она мне как бы племянница. И она, там есть такая Виктор Андреевича, врача, сестра. А ее сын Вадим. Ну она разошлась с ним и приняла какого-то где-то. Она ее мать-то встретила, эту Надежду Андреевну-то, Виктору. И говорит, ну и правильно сделала, что приняла мужика. Я говорю, ты что бобу робишь-то? А они венчанные с Вадимом, а она приняла чужого мужика и правильно сделала. Так он не хотел детей кормить. Ты зачем это говоришь? Ты в уме или нет? То есть это у нее совершенная каша в башке. Она очень-очень строптивая. Ее нельзя принимать. Ну хорошо. Я теперь Ваське пример приведу. Вернися, скажу, в общество. Вернися. За Васей-то ничего не числится. За ним нету нигде. Я говорю, пока не поздно. Я ему говорю, пока не поздно, пока тебя демон не посрамил. Да. Господь допустит, я говорю, он тебя посрамит. А тут оставил щетина. Вот три дня не вреется, вот такая вот. А когда мы с ним разговаривали, он говорит, ну я на сантиметр хочу. Я говорю, он тебя заставит потом больше и больше, и ты уберешь. Ну нет, я больше не хочу. Ты меня понимаешь? Да. Ну вот весь сказ. Так ты так и не объяснил внятно. Из-за подрезанной бороды на сколько ты ее уменьшить-то хочешь? На сантиметр. На сантиметр. Но она же опять будет через месяц такая. Ну еще раз подровнять. А потом опять вырастет. Еще раз. То есть ты объявил войну бороде. Это будет настолько стремительно, настолько быстро. Каждый раз, беря ножницы, ты будешь думать, ну один миллиметр-то к сантиметру добавить ничего. А потом посмотрел, да какая это борода, она и не нужна. Дальше уже пошло. Все. Оправдать можно все перед Богом. А Давыд говорит, да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. Ты уже вступил на путь лукавства. А гляжу уже все. Все, да. Бороды-то нету совсем. Нету, нету. Было обо чем разговаривать, да. Но борода это проявление тяги к миру. Весь мир безбородый и ты такой. Господа Бога же ведь, а. Ну ладно. Я вас задержала. Простите меня ради Христа. На ноте да. Сказала тоже. Я пришла просто. Спаси Христос. Болезнь свою тебе боль рассказать про вашу. Как бы вернуть бы его сюда бы. Ладно. А я бы с ней хотела еще поговорить. Ну пойдемте. Да куда идти-то туда. Там замерзли эти обе. Не замерзли. Ну давай иди. Мне жарко. Потихоньку. Прочисти я ее мозгу маленько. А то она с быками ушла тут. Ооо. Это Серафима. Игорь Ваужичник. К finals. Шоверкините. Продолжение следует...